Здравствуйте. Меня, как всегда, теперь зовут в этой программе Валерий Нечай. И рядом со мной научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Мы, как всегда, в это время рассказываем о том, каким образом проходила модернизация в разных странах. Ну, вот мы поговорили про Европу, поговорили про Советский Союз. Но сейчас Азия, Китай. И надо сказать, что вот у меня в этом точно большой пробел. Потому что, если я говорю про Китай, и вот тут, наверное, первое, что приходит в голову, это, конечно, культурная революция, а не модернизация совсем. Да, совершенно верно. О Китае часто приходится говорить. Я, когда рассказываю о российских реформах, а этим я занимаюсь практически с момента их начала, уже 30 лет, я регулярно получаю два вопроса. Вот два самых популярных вопроса. Из года в год они переходят. И сколько бы я на них не отвечал, все равно появляются новые люди, которые мне их еще не задавали и продолжают задавать. Значит, первый вопрос мы сегодня обойдем. Зачем нужен был ваучер? Так. А второй вопрос. Можно ли было пройти китайским путем в ходе российских айфон? Китайский путь, я думаю, вот у среднего, скажем так, россиянина, видимо, речь идет про поступательное какое-то реформирование системы для того, чтобы потом, не то чтобы рвануть, но как-то добиться результатов. Как я понимаю, интерес к Китаю возникает из двух-трех обстоятельств. Некоторые из них мифологические, некоторые реальные. Первое. Ну, в принципе, всем известно, что Китай со времен реформ Дэн Сяопена, с конца 70-х годов, развивается очень быстро. И стал такой всемирной мастерской, как называли Англию в 19 веке, а вот в начале 21-го Китай стали так называть. Ну, даже анекдот, я помню, хороший где-то вычитывал, что американский анекдот не наш, поэтому кому-то, может, смешно будет, кому-то нет, я не знаю. Когда сидит бабушка, рассказывает внуку о сотворении мира. Ну, чтобы заснул так вот вместе со сказками. Говорит, в первый день Бог сделал то-то, во второй день Бог сделал то-то, в третий то-то, на седьмой он отдыхал. А с тех пор все производят в Китае. Да, все-таки смешной. Ну, в принципе, это сейчас всем известно. Второй момент, привлекающий интерес к Китаю, состоит в том, что кажется, будто Китай всю эту эпоху реформ прошел очень гладко, все время повышалось благосостояние, без революции и так далее, и так далее. И третий момент, Китай не отказался от доминирования коммунистической партии, просто перешел от маоиской тоталитарной системы к авторитарной системе современности. И, соответственно, люди делают вывод, что вот может быть такие постепенные преобразования без серьезных политических катаклизмов, они были бы хороши. Вот те, кто мне задает вопрос про Китай, очень часто дополняют. Вот у нас сначала занялись реформами политическими, а потом пытались экономическими, ничего не вышло. А в Китае взялись за экономику, политику отложили, вот у них получилось хорошо. Это чистый миф по всем параметрам. А то, что Китай эффективен и хорошо растет, это действительно так. Это не миф. И вот теперь, конечно, вопрос, почему так получилось, но сначала все-таки про серьезные какие-то там политические катаклизмы. Конечно, это не про геополитическую катастрофу, я не про распад, по мнению Владимира Путина, я не про распад Советского Союза, но все-таки массовые протесты там были. Мы помним про события на площади Тени Аймыни и так далее. Хотя все равно режим все-таки устоял. Это я просто слушателям, у которых, наверное, в голове возникает этот вопрос. Но, с другой стороны, поправьте меня, если я не прав. Все-таки, когда Советский Союз реформировался, точнее, потом Россия, руководство стояло перед серьезными проблемами не только политическими, экономическими, а еще и перед тем, что сама система устарела в этой военной гонке. В Китае, наверное, немного другое все-таки было. Да, конечно. Советский Союз надорвался в гонке вооружений. И это тоже стимулировало реформу, хотя, на мой взгляд, было не самой главной причиной. Китай стоял несколько в стороне. То есть, Китай, конечно, создал ядерное оружие, наращивал свои вооруженные силы, но при этом Китай не ставил долгое время задачи противостояния Соединенным Штатам. Вот сегодня такой момент, когда, похоже, так или иначе эта задача встает. И американцы даже этот процесс активизируют. Во всяком случае, действия Трампа в области торговой войны могут стимулировать асимметричный ответ со стороны Китая. Но пока, слава богу, вроде там ничего такого страшного не произошло. Да и Трампа уже нет в Белом доме. А что касается ситуации с советскими и китайскими реформами, то как только мы начинаем разбираться в том, какие были возможности реформирования, мы сразу видим, насколько разной была здесь ситуация. Ну, скажем, с точки зрения экономики. Сначала, наверное, об экономике, надо поговорить потом о политике. Миф, основанный на том, что просто даже люди моего и более старшего возраста совершенно забыли, что было в 80-е годы. На самом деле, сначала была попытка у Горбачева, у Горбачевского руководства, провести экономические реформы. И когда они застопрились в силу политических причин, только тогда Горбачев попытался осуществить политическую реформу. Это речь о 87-м, 8-м, 9-м годах. В 87-м была разработана концепция экономической реформы. В 88-м стало ясно, что она проводится очень плохо, не принимаются, не выполняются нужные решения. И дело идет к разбалансировке всей экономики. В 90-м году мы это увидели, когда с прилавков исчезло все, что даже было в обычной советской системе. Не только колбаса. Да, да, да. Это следствие вот той экономической реформы, которую начали Горбачев и Николай Иванович Решков, премьер-министр в 87-м, 88-м годах. И вот в этой ситуации Горбачев задумался о политической реформе. Он же декларировал ее в 88-м, выборы были в 89-м. В 85-м, когда Горбачев пришел к власти, он ничего подобного уже не собирался делать. У него чистые декларации были, не какие-то конкретные предложения, а чисто декларации. Вот давайте обновим социализм, то все и так далее. Вот. Таким образом, проблема в том, что в России по каким-то политическим причинам не пошли экономические реформы. Что сделали китайцы? Они тоже попытались, естественно, начать с экономических реформ. И я напомню, что Китай в этом смысле шел немножко впереди России, потому что реформы Дэн Сяопина – это конец 70-х годов. У нас вот эти реформы, о которых я начал говорить, это 87-й, 88-й. Вот. То есть, Китай начал с экономики. И поскольку у них экономические реформы хорошо пошли, то, собственно говоря, проблема политических реформ даже и не возникла. Здесь возникают два вопроса, о которых можно поговорить. Первый. Почему у них пошли экономические реформы хорошо? И второй. Почему политическая система не создала препятствий для этих реформ? Вот в этом очень интересно разобраться. Но здесь, как только мы начинаем в этом разбираться, все мифы, которые выстраиваются российским массовым сознанием, все рушатся. То есть, ничего не остается. Все, что у нас в массовом сознании говорится о Китае, все оказывается неверно. Все, на самом деле, было по-другому. Вот я думаю, что надо тогда как раз и сконцентрироваться пока на экономической, на экономическом блоке. Все действительно. Потому что, если мы говорим про это, то сразу же, опять, мне кажется, у человека в голове возникает вот этот вот конструкт, который, мне кажется, к этому не имеет никакого отношения, про менталитет. Здесь, наверное, был какой-то другой базис и причиной того, что экономические реформы удались в Китае. Конечно. О менталитете можно рассуждать, и, в принципе, это может стать отдельной интересной темой, хотя я просто вообще не знаю специалистов, которые бы на эту тему могли у нас хорошо размышлять. Те, кто считают себя специалистами в менталитете, просто, как правило, некомпетентные люди и болтуны. А с умным человеком я бы поговорил с удовольствием на эту тему. Но почему менталитет в любом случае не является объяснением этой истории? Китай очень неплохо развивался в экономическом плане до XVIII века. Он, по оценкам наиболее компетентных исторических социологов и историков-востоковедов, не уступал Европе. Иногда говорят, что Европа уже где-то с XVI века стала Китая обгонять. Это, скорее всего, верно только в военном отношении. По огнестрельному оружию, по некоторым тактическим моментам, по судостроению, моеходности кораблей и так далее. В целом, в экономическом плане, до XVIII-XIX веков Китай не отставал. И впоследствии отстал от ведущих европейских стран не потому, что в Китае что-то не так произошло, а потому, что Европа резко пошла вперед. Мы уже несколько раз на эту тему говорили в нашей программе. То есть, в Европе произошло некое экономическое чудо. И Китай долгое время не мог догнать. Стал такой, как иногда говорят не очень точное выражение, полуколониальной страной. А вот после реформ Дэн Сяопина он стал быстро нагонять. То есть, в какие-то периоды менталитет вроде помогал, в какие-то совершенно не помогал, потом опять помогал. Значит, здесь явно дело не в менталитете. Китайцы те же самые были. Никто китайцев не подменял в это время. Да еще и хуже было с опиумными войнами и так далее. Да, конечно. Так вот, если говорить, собственно, о экономическом развитии, то в Китае произошло в конце 70-х годов примерно то, что собирались большевики еще под руководством Ленина делать в Советском Союзе сто лет назад, когда был декларирован НЭП. А, то есть, в Советская Россия. Да, совершенно верно. Советская Россия, потом какое-то время в Советском Союзе все происходило. Вот, смотрите, Ленин к весне 21-го года быстро пришел к выводу, что политика военного коммунизма разорила страну, просто все голодают, и даже проторазверстка не может спасти. И сделали довольно простую вещь. Разрешили крестьянам производить то, что они считают нужным, продавать то, что считают нужным, и платить пруд налог вместо проторазверстки. Вот это произошло в Китае в конце 70-х, в начале 80-х годов. От политики коммун, в которых люди часто голодали, были голодные смерти в Китае 60-х, 70-х годов в Советском Союзе при всех наших минусах, конечно, ничего подобного не было уже в хрущевские и брежневские времена. Вот, от такого ужаса китайцы перешли к примитивной рыночной экономике, при которой крестьянин производит продукцию, продает, платит налоги, остальное оставляет себе. То есть, частная собственность в данном случае, ведь это же частная собственность и на средство производства. Фактически частная собственность. И на продукт. Да. Фактически частная собственность. Хотя, конечно, я бы поостерегся очень так активно оперировать этим термином, потому что... Ведь реальное отношение собственности иногда не похоже на то, что написано на бумажках. Конечно. С одной стороны, крестьянину дали большие возможности, но с другой стороны, конечно, воздействие на деревню местных коммунистических властей оставалось очень большим, и с ними надо было как-то договариваться. То есть, как дали, так и взяли. Конечно. Конечно. То есть, в Китае никакой правовой системы не возникло, где крестьянин мог бы позвонить по телефону, вызвать полицию, чтобы обуздали местного партийного босса. Нет. Все строилось на договоренности. И вот это вот второй важный момент, связанный с экономическими реформами в Китае. У нас в России долгое время господствовало представление, что поскольку китайцы не провели приватизации массовой тогда и оставили большие государственные предприятия, то вот, значит, китайское экономическое чудо в промышленности якобы создали эти большие промышленные предприятия. В деревне никто не спорит, что было вот примерно так, как мы сейчас говорили, что просто крестьяне им дали свободу. А насчет промышленности были большие дискуссии. Мне кажется, точку в этих дискуссиях поставила книга американского экономиста лауреата Нобелевской премии Рональда Коуза, которая написана в соавторстве с китайским экономистом Нином Ваном, о том, как реформы в Китае происходили. Там была показана очень интересная вещь, что основным лидером в китайском экономическом росте стали местные, как правило, небольшие предприятия, поселковые или районные. Что это были за предприятия? Формально они были государственными, но реально они функционировали как частные. Вот нам в России, наверное, сразу же станет понятно, что это такое, если я использую один не совсем правильный термин. Местные власти просто крышевали эти предприятия. То есть, реально их создавал какой-то небольшой предприниматель. Там трудились местные люди, местные граждане, бывшие крестьяне, которые просто понимали, что здесь они заработают больше, чем если будут работать на своих клочках земли. И почему эти предприятия могли существовать? Вот у нас в России на них сразу бы наехали, разорили, отняли и так далее. В Китае при сохранении вот этой вертикали коммунистических или, точнее, псевдокоммунистических властей, конечно, они уже никакие не коммунисты были. Особенно если учесть, что была примитивная рыночная экономия. То есть, все эти чиновники остались на своих местах. И они, по сути дела, крышевали эти предприятия. Они имели выгоду себе лично. Выгоду имел бизнесмен, который их создавал и формально не считался их собственником. И выгоду имели рабочие, которые зарабатывали больше, чем если бы они крестьянили где-то в соседней деревне. А можно определиться все-таки с термином крышевали? Потому что, в моем понимании, это обеспечение безопасности, чтобы никто другой не пришел и не отобрал. Это про это? Конечно. Только я бы здесь вот какое внес уточнение. Мы исходим в размышлениях о такого рода вещах из условных наших лихих 90-х. Причем даже, как я понимаю, скорее не из реальности, а из всяких фильмов, когда один бандит приходит, говорит, вот, платите мне, другой приходит, платите мне. Потом они друг друга стреляют. Вот что-то такое, вот, борьба за крышу. В Китае, как я понимаю, механизм был более простой. То есть, власти сами стали с самого начала прикрывать эти предприятия. Реальные бизнесмены, которые их создавали, с самого начала платили этим людям деньги. То есть, это же неофициальные, конечно же, деньги. Да, конечно. То есть, неофициальные отношения. Конечно. И таким образом эти предприятия существовали. В Китае, конечно, существует мощная мафия, но я думаю, что мафия в основном занималась другими делами, а не покушалась на эти предприятия. Знаете, нам придется сейчас прерваться, но мы обязательно в следующий раз продолжим этот разговор про Китай и про модернизацию там. Я напоминаю, что это Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге.